Здравствуйте! Это новости Дагестана. Я Фатима Буталибова. И вот некоторые темы выпуска. Похвалила Дербент и раскритиковала Минздрав. Подробности о рабочей поездке в Дагестан. Валентина Матвеенко через минуту. Собаки, скутер и бетонное ограждение в Дербенте в результате ДТП погиб 56-летний мужчина. Дагестанский маджлиз в Мина. Паломники из республики завершили все обряды хаджа и готовятся к возвращению на родину. Вода ошибок не прощает. Дагестанские спасатели провели профилактический рейд по побережью и еще раз напомнили отдыхающим о правилах безопасности. Житель Дербента погиб в ДТП. Накануне 56-летний мужчина не справился с управлением скутера и врезался в бетонное ограждение. В результате аварии водитель двухколесного транспорта скончался на месте от тяжких телесных повреждений. Его пассажир, 42-летний местный житель, госпитализирован в больницу. Состояние потерпевшего медики оценивают как критичное. Валентине Матвиенко понравился проект будущего детского центра на берегу Каспийского моря. Об этом спикер Верхней Палаты Федерального Собрания сообщила журналистам, говоря об итогах своей рабочей поездки в Дагестан. Строительство объекта планируется начать в следующем году. Действительно уникальное место и территория есть, и земля есть для того, чтобы в таких благоприятных климатических условиях создать центр отдыха, реабилитации детей. Теплое Каспийское море, мелкая зона, которая предполагается. Это очень красивый проект. Это новая история. Напомним, председатель Совета Федерации прибыла в Дагестан накануне. В рамках рабочей поездки она осмотрела ряд объектов в Каспийске и Махачкале, а также посетила столичную школу номер 42, которая носит имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Также Валентина Матвиенко провела рабочее совещание в правительстве региона, где были обсуждены вопросы социально-экономического развития республики. Глава Верхней Палаты раскритиковала Минздрав Дагестана за плохую организацию работы в фельдшерско-акушерских пунктах. В рамках можно отчитаться за построенный факт, если там не подключена вода, если там не подключено электричество, если там ничего нет, кроме термометра. Это что за показуха? Кому такие факты нужны? Вы же не могли об этом не знать? Вы, наверное, об этом знали. Почему вы мер не принимали? В каждом ауле должен факт быть. Никто не говорит, что это, я здесь поддерживаю главу республики, что это должен быть капитального строительства. Нет, сейчас новые современные строительные технологии, которые быстро возводимые, но, извините, они должны быть оснащены. Во второй день пребывания в регионе Валентина Матвиенко посетила и Древний Дербент, где ознакомилась с туристическим и экономическим потенциалом самого южного города России. За шесть месяцев текущего года дагестанцы заплатили 513 млн. рублей долга за потребленную электроэнергию. Речь идет о погашенной задолженности более 27 тысяч абонентов, которым грозило отключение. По данным компании Россити Северный Кавказ, всего за первое полугодие 2022 года энергетики направили 54 тысячи заявок на ограничение энергоснабжения из-за больших долгов по свету. Паромы из Дагестана снова будут ходить в Казахстан и Туркмению. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Дагестана Резван Газимагомедов. По его словам, морское сообщение между сторонами позволит развивать перевалку контейнерных грузов, в том числе на специализированных терминалах. Отметим, что такая практика ранее уже существовала. В порту Махачкалы для возобновления сообщения имеются два специализированных причала для приема железнодорожных и автомобильных паромов. Сейчас проводятся работы по согласованию международных маршрутов и по поиску регулярного грузоотправителя. Стать инициаторами положительных изменений в Махачкале могут молодые горожане. Столица Дагестана будет участвовать в программе по благоустройству «Пять шагов для городов». Развитие города и повышение его привлекательности для молодежи – цель проекта. Об этом говорили участники обсуждения, которое прошло накануне в ДГУ. Когда происходят такие масштабные изменения, такая трансформация города, безусловно, это касается каждого горожанина. И сегодня здесь собрались небезразличные горожане, которые готовы поучаствовать в программе «Пяти шагов развития города». Параллельно с тем, как динамично развивается город, параллельно с тем, как динамично проходят процессы возврата земельных участков в оборот городской, параллельно с тем, как эти земельные участки резервируются под строительство социальных объектов, безусловно, формируются определенные костяк городских активистов, которые участвуют в наиболее важных масштабных крупных проектах города. И сегодня некоторые из них собрались на площадке точки кипения в Дагестанском государственном университете, обмениваются мнениями. В программе «Пять направлений» это позволит охватить интересы как можно большего числа жителей. Молодые люди могут предложить идеи благоустройства жилых районов в номинации «Город рядом». Категория «Сохрани планету» предполагают экологические проекты по посадке и уходу за деревьями, очистке прудов и т.д. «Вдохни жизнь» – это вариант облагораживания заброшенных территорий. Есть направление и для сторонников здорового образа жизни – добавь энергии. И, наконец, последнее «Собери своих» предполагает событийные досуговые программы. Конечно, такие площадки нужны, потому что, хочешь не хочешь, молодежь вовлекается в это все. Вот я сейчас тоже в одной из групп состою с девочками, мы что-то предлагаем, где-то сходимся во мнении, где-то нет. Очень интересно, они как молодежь, и мне интересно их послушать, потому что я уже давно далеко не молодежь. И хочется, чтобы они тоже были заинтересованы в том, чтобы наш город только процветал. В проекте может принять участие любой житель города, оставив свою идею на сайте. Заявки принимаются до 5 августа. И к другим темам. Маджлис в палаточном городке Мина. Дагестанские паломники завершили все обряды хаджа. Заключительный день пребывания в долине Мина, что в 8 км от Мейки, состоялось масштабное мероприятие. С успешным завершением хаджа паломников поздравили представители хадж-миссии России, Минаца, Муфтиата и компании Марва Тур. Подробности в сюжете Хамзы Нурмагамедова. В заключительный день пребывания паломников в долине Мина одна из палаток открыта нараспашку. Более двух тысяч человек собрались под одной крышей, где все воздают хвалу Всевышнему за возможность попасть на святые земли. Мероприятие прошло при поддержке президента фонда имени Бибулата Хаджуя, депутата Народного собрания Магомедова. Все мы до сих пор по достоинству не оценили то благо, которое Всевышний Аллах нам даровал всем, кто сегодня здесь, кому Всевышний Аллах даровал возможность совершить в этом году хадж. Хадж, поистину он особенный, самое важное то, для чего Всевышний Аллах это поклонение на нас возложил. Он его возложил на нас для того, чтобы каждый из нас установил особую свою связь с своим Создателем. Хадж объединяет внутри себя очень многие виды поклонений и джихад, и хиджра, и расходование своего имущества на пути Всевышнего Аллаха, и молитвы, и посты, когда раб допускает те или иные упущения во время хаджа. Что говорит посланник Аллаха в хадисе? Ман хаджа фаламьярфуф валамьяхсук хараджа минзунубихи каяума валадату умму. Тот, который совершил хадж и при этом не скверно словил и не грешил, он выходит от своих грехов очищенным, как в тот день, когда родила его мать. Вы представьте себе, какой же этот шанс. Вот мы возвращаемся домой и мы начинаем свою жизнь с белой страницы, с чистого листа. Бесконечная хвала, альхамду лиллах, альхамду лиллах, альхамду лиллах, что Аллаху Таала нас избрал по своей безграничной милости, а не по нашим заслугам, чтобы мы праздновали этот день в этой долине Мина в этом году и числа такого маленького количества, которых Аллаху Таала избрал. Как наш уважаемый брат Хизбуллах говорил, 12 300 человек из такого огромного количества мусульман, чтобы мы из них оказались с такой же огромной милостью Всевышнего Аллаха. Альхамду лиллах, альхамду лиллах, альхамду лиллах, альхамду лиллах. И дай Аллах, чтобы у нас и на деле было шукра Аллаху за этот неомат. Подобные мачлисы в Мина стали уже доброй традицией. Здесь учёные и богословы говорили о важности осознанного соблюдения всех обрядов хаджа, делились словами напутствия и наставлениями. Перед паломниками также выступили местные исполнители нашидов Муадзины мечети Аиши. С успешным завершением хаджа всех присутствующих поздравил министр по национальной политике делам религии Энрик Муслимов, который сам в этом году был в числе паломников. Не всем удаётся, не у всех получается, не у всех появляется возможность совершить хадж. Но Всевышний принимает старания тех, кто прилагал все усилия для того, чтобы совершить хадж. Но мы сегодня оказались в числе тех, кто Всевышний открыл дорогу для того, чтобы оказаться нам вместе в этом особенном месте. Я хочу поздравить всех вас с этим и чтобы Всевышний принял все благие деяния, все наши намазы, которые мы прочитали здесь и тех, кто читает у нас дома и не оказался среди нас. Хадж-компания 2022 года завершилась успешно, вопреки всем трудностям. Подготовка проходила в короткие сроки. Также свой отпечаток оставили и санкции. Об организации хаджа в своих выступлениях рассказали руководитель хадж-миссии России Хизбула Асуев и гендиректор компании Марватур Булат Курбанов. Хадж-миссия России, Совет по хаджу делает огромную работу, чтобы благополучно мы все могли совершить хадж. Аль-хамду лиллах, в этом году 12 330 паломников из Российской Федерации посетили эти источенные земли. Это 50% той квоты, которую нам предоставили в 2020 году. Из них более 6 тысяч дагестанских паломников. Те санкции, те ограничения, которые сейчас наложены в нашу страну, они нас коснулись прямым образом. Это сложности в платежах, перечислениях в Саудовскую Аравию. Это сложности в организации перелетов из России в другие страны. Все эти ограничения, которые нам приходилось пытаться как-то обходить, преодолевать, для того, чтобы все благополучно приехали в Саудовскую Аравию. Вот я вам скажу откровенно, был период, когда мы сомневались, что действительно хадж состоится в этом году или нет. У нас не было уверенности, мы где-то 50 на 50% долгое время находились в таком состоянии. Мы не были уверены, что благополучно все паломники получат визы, что транспортные компании, авиакомпании согласятся лететь в Саудовскую Аравию и перевозить паломников, исходя из того, о чем я сказал, эти ограничения и невозможность проведения этих платежей. Когда удалось решить вопрос, вы знаете, что изначально у нас появилась возможность только наземным путем отправлять паломников через Дубай, потому что прямые рейсы санкциями запрещены для Российской Федерации. Ни одна из авиакомпаний была не способна это сделать. Но так получилось, Всевышнему так было угодно, что какая-то часть людей все-таки смогла полететь и прямыми рейсами. Удалось решить и этот вопрос. Это все происходило прямо в период организации для паломничества. Это влекло за собой очень много изменений, прямо в режиме, как говорится, онлайн. И эти все сложности, все эти трудности, которые нам приходилось преодолевать, для того, чтобы вы сегодня действительно здесь находились. Сразу после маджлиса паломники отправились на Джамараты, кидание камней. Это заключительный этап хаджа. Первый рейс из Саудовской Аравии в Дагестан запланирован на 14 июля. Хамзанур Магомедов, Курбан Арагимов, Мурад Бигбарзов, телеканал ННТ, Саудовская Аравия. Отдыхая на пляже, не стоит забывать о безопасности. Дагестанские спасатели провели рейд по побережью Махачкалы. Специалисты продолжают напоминать горожанам о правилах поведения на воде. По данным экспертов, с наступлением купального сезона большинство людей гибнет в необорудованных местах отдыха. Также частой причиной смерти становится неумение плавать, переутомление, перегревание и алкогольное опьянение. В целях профилактики сотрудники МЧС проводят с отдыхающими разъяснительную беседу и раздают памятки с правилами поведения на воде. Кроме того, специалисты ведомства регулярно проверяют у владельцев маломерных судов наличие разрешения на деятельность и соблюдение ими на местах всех правил безопасности. В ходе проверок были выявлены характерные недостатки. Это отсутствие отчетованных спасателей, спасательных средств, медицинских пунктов. Также лично став спасателей имеют соответствующую подготовку. Владельцам баз и стоянок были даны рекомендательные разъяснения по организации данной работы. Работа по проверке баз и мест отдыха людей на воде будет продолжена до окончания всего купального сезона. У меня на этом все. Смотрите новости также на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго. До свидания.